В нашу редакцию поступило коллективное обращение от обеспокоенных жителей Заволжского района Твери с жалобой на то, что вблизи их многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, прямо на берегу Тверцы, где расположена рекреационная зона, неизвестные лица установили заборы бытовки, начали завоз строительных материалов. При этом достоверной информации о том, что планируется возвести в этом месте, у граждан нет. Мы попытались выяснить, кто и что собираются строить на Тверецком берегу и как это соотносится с интересами горожан. Подробности в материале Анастасии Бучок. Тверь, столица Верхневолжья, место, куда ежегодно прибывают тысячи туристов, чтобы увидеть памятники истории и искусства. Например, посетить императорский путевой дворец и соборную площадь. Узре сохранившееся архитектурное наследие прошлого века в Морозовском городке. При этом многие приезжают именно летом, чтобы просто прогуляться по набережным Волги и Тверцы, полюбоваться постройками Екатерининской и более поздних эпох. Осмотреть здание все еще аварийного речного вокзала, пройдя немного вверх по течению Тверцы, попасть в уникальный Тверской ботанический сад. Затем отправиться далее к новейшему центру грибного спорта. По пути к нему туристы и тверичане могут встретить немало спортивных и детских площадок, видовых мест для отдыха. Но вдруг в этом списке рекреционных объектов обозначилось строительство странного сооружения под названием «Склад». Подобные объекты скорее можно встретить в каких-то промзонах, но не на одном из центральных городских проспектов, да еще и на первой линии реки. Это удивило и насторожило тверичан, проживающих в окрестных домах. И к нам в редакцию обратились жильцы многоквартирного дома на Комсомольском проспекте 19А, расположенном вблизи береговой линии Тверцы. Они высказали свои переживания по поводу намечающегося строительства на месте, где усилиями многих людей была построена площадка для детей. Небольшой спорткомплекс с современными тренажерами, корт для тенниса и мини-футбола. И все это по соседству с уютной березовой рощицей. И вот сначала куда-то безвозвратно исчезла детская площадка, затем за строительным забором оказались тренажеры. Под вопросом оказалась и судьба зеленых насаждений. Мы потеряли уже детскую площадку, которую демонтировали 3 мая в праздники люди без документов, без каких-либо опознавательных знаков. Просто в праздничный день приехали и убрали площадку, лавочки. Нам сказали, что площадка не соответствовала неким гостам. У нас в округе масса таких же площадок. Данное строительство угрожает футбольному полю, на котором постоянно играют дети. Я не верю в соседскую складу, тренажеров и детскую площадку. Плюс, как выясняется, под угрозой еще и зеленая зона. На все наши вопросы представители, арендаторы этой площадки отвечают очень внимательно. Говорят, что это будет склад, какой склад неизвестно. И везде в словах присутствует это пока склад. Судя по документам, которые нам удалось раздобыть, детская площадка была демонтирована администрацией города в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды. Так как она находилась в ненадлежащем состоянии, ремонту не подлежало и срок эксплуатации истек. Жители высказали свою обеспокоенность тем, что новую детскую площадку не сделают. К сожалению, это так и есть. Ведь согласно этому документу, финансирование на установку нового детского игрового и спортивного оборудования программы не предусмотрено. Стала ли после этого современная городская среда для жителей Комсомольского проспекта вопрос дискуссионный. Также горожан беспокоит судьба спортивных тренажеров, установленных вблизи Березовой рощи, при содействии депутата Госдумы Владимира Васильева. И спортивные площадки для командных видов спорта, возведенные с участием жителей домов ТСЖ «Белый дом» и ТСЖ «Комсомольский проспект», по одной из первых программ поддержки местных инициатив с привлечением средств самих жителей. Из неофициальных источников нам удалось выяснить, что тренажеры и спортивная площадка будут перенесены в какое-то совсем иное место. Однако такой ответ, разумеется, не устроил жителей. Нам удалось провести два собрания с участием Холода Ильи Александровича, в итоге у которых выяснилось, что на данный момент у людей, которые оградили данный земельный участок забором, нет никаких разрешающих документов на сооружение этого объекта. То есть отсутствует проект строительства, согласованных всеми инстанциями. Отсутствует полученные технические условия на подключение к инженерным сетям. И самое главное, отсутствует документ, разрешающий саму стройку. В справедливости ради отметим, что стройка пока и не начата, установлено лишь ограждение. И пока вопрос о том, что в действительности будут строить на этом участке, остается открытым. При этом сейчас не имеется юридических оснований для запрета восстановления когда-то давно строящегося здесь склада, от которого остались лишь фрагменты фундамента. А именно это заявлено в качестве целевого использования участка, например, в публичной кадастровой карте. При этом сами жители окрестных домов сомневаются, что в столь лакомом местечке на проспекте и с видом на Тверцу кто-то станет и впрямь строить склад. Да и с общей концепцией дальнейшего развития пешеходной зоны под обережным Волги и Тверцы это, прямо скажем, как-то не увязывается. В общем, пока диалог с собственником участка у горожан явно не складывается. Но этого, как говорится, к делу не пришьешь. Зато в сухом остатке уже можно констатировать, что заволжане лишились одной детской площадки. Части спортивной, которую тоже планируют полностью демонтировать. Из березового скверика исчезли лавочки. Да и судьба самой рощицы под вопросом. Зато взамен всего этого под окнами многоэтажек может появиться некий пока склад. Что ж, возможно, в чьем-то понимании примерно так и должна выглядеть и формироваться современная городская среда. Мы продолжим следить за этой историей и расскажем вам о ее развитии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!